СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ТЕЛЕФОН 8 800 5 977 Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Евгения Семенова, полагаю, каждый из вас не оспаривает необходимость образования для человека. Но вот вопрос какого? Старшее поколение часто кивает на советскую школу, как пример для подражания. Родители современных учеников младших классов тоже не в восторге от того, что происходит сегодня, хотя выросли в другой реальности. В то же время наше государство реформирует образование в России и окошмаривание результатов процесса считает банальным противлением переменам. А наш гость сегодня считает, что мы на пути к постчеловеческой цивилизации, когда мужественность, честность, добропорядочность, любовь, самопожертвование по сути исчезают, а низшие страсти превращаются в норму. И это результат отсутствия подлинного образования. Я приветствую в нашей студии доктора социологических наук, ведущего научного сотрудника Института социологии РАН, профессора Кубанского госуниверситета Тимыра Хайгурова. Здравствуйте, Тимир Айчетович. Добрый вечер. И пять лет назад в журнале «Народное образование» вышла ваша статья под названием «Образование на всю жизнь» со знаком вопроса. И в этой статье, в частности, вы говорите, если позвольте, я процитирую ваши слова. Многие убеждены, что сегодня школа, как и вчера и сто лет назад, должна научить ребенка прежде всего различать добро и зло, правильно мыслить, любить знания, вот он и полюбит учиться. Но мир превращается в бесконечную трансформацию форм, лишенных сути. Ибо что есть суть? Когда истины относительны, а изменения естественны, человек утрачивает право быть, но получает возможность экспериментировать с образами «я». То, что само «я» при этом утрачивается, подлинность перестает быть, мало кто замечает. Ваша позиция за эти пять лет поменялась в этом отношении? Нет, конечно. Конечно. Это, по сути, то, о чем говорят очень многие гуманитарии. Знаете, вот эта точка зрения, что все бесконечно меняется, это нормально, то, что вчера казалось правильным, сегодня таковым уже не является, это естественный ход вещей. Это ведь не первый раз происходит. В 20-е годы, в начале 20-го века русский футуризм провозгласил сбросим Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности, они устарели и так далее. Потом к истинным ценностям люди возвращаются или погибают. А что такое, по-вашему, подлинное образование? На этот вопрос отвечали еще греки. Подлинное образование – это четыре составляющих, которые позволяют личность сформировать по некому образу, канону. Значит, первое – развитие ума. Ребенка нужно снабдить знаниями, но этого мало, ему нужна не просто сумма знаний, ему еще нужно владеть интеллектуальными инструментами, научиться этими знаниями оперировать. Потому что, скажем, интеллектуальные инструменты в математике одно, в литературе – это совсем другое, в физике это будет третье, прочее. Мало знать о мире, нужно знать, как мир устроен с разных ракурсов, но нужно еще уметь этими знаниями оперировать. Это первое составляющее. Второе – нужно научить ребенка работать с эмоциями. Греки это назвали развитие сердца. Мы ведь не машины, мы мир познаем эмоционально, эстетически. Для нас очень важна красота, и эта эстетика, она есть в любой сфере. Я не забуду, когда профессор нашего университета, бухучета, мне как-то призналась, говорит, поначалу работая бухгалтером, мне было скучно, но потом я поняла, что в моей работе есть поэзия. Мне гуманитарию это показалось, что там есть поэзия своя, цифры и так далее. И вот это развитие сердца, то, чему у греков служили муссические искусства, которым покроительствовали музы. Вот это вторая задача – научить ребенка видеть, чувствовать прекрасное, сформировать эстетическое чувство и так далее. Третье – нравственное развитие, морально-волевое. Человек – это всегда выбор между «хочу» и «надо». И нужно научить ребенка естественно делать выбор в пользу «надо». А это не получается сразу. Сначала мы его дисциплинируем внешне, потом у него появляется внутренняя дисциплина. Ну, конечно, физическое развитие. Человек – это не только дух, интеллект, воля, это еще и тело и так далее. Вот такие основные грани того, что позволяет личность сформировать по некому образу, канону. И, на ваш взгляд, современное образование в школе не дает? – Только отчасти. Только отчасти мы где-то сохранили, потому что советская система это давала. Тогда любой педагог на вопрос, в чем цель образования, отвечал – формирование всесторонне развитой личности. Ну, понятно, шутили. Сколько сторон у всесторонне развитой личности, какие из них могут быть развиты, какие нет. Но в целом была цель – формирование личности. Сегодня такая цель не стоит на уровне ни нормативных документов, ни каких-то концептуальных оснований. – То есть, де юро, а де факто? Может быть, де факто все-таки происходят процессы, которые воспитывают личность? – Конечно, конечно. Осталось поколение педагогов. Образование такая инерционная очень штука. Там тяжело сразу что-то поменять. Потому что мы учим так, как учили нас, наши учителя. – А что тогда не так? – А не так в том, что, в принципе, простые ясные принципы классического образования сегодня пытаются подменить. Причем это во всем мире происходит. Вот непривный разговор о качестве образования на фоне этого качество неуклонно падает. Мы наблюдаем примитивизацию. Причем такую, знаете, пугающую. Не хочу ни в коем случае сказать, что современные студенты стали тупыми, ленивыми или что-то такое. Штампы. Нет, очень много умненьких, как сейчас принято говорить, продвинутых деток, которые стараются учиться и так далее. Но знаете, первое, что пугает? Большой редкостью стали дети, студенты, школьники, которых интересует то, что они изучают. Их интересует оценка. Вот их же готовят сдать ЕГЭ, и поэтому знания, которые они осваивают, они рассматривают с точки зрения технологической. Это поможет сдать ЕГЭ или нет? Потом они приходят в ВУЗ, и вот очень часто бывает так, они говорят, что надо сделать, чтобы по вашему курсу получить пятерку. Я говорю, ну, нужно понять и полюбить предмет. Они обижаются. Они говорят, нет, вы скажите, что сделать надо. Сколько там докладов подготовить, презентаций и так далее. Такое инструментальное отношение к знаниям. Вот это первый такой пугающий момент. Второе, ну, резкая примитивизация эрудиции абсолютного большинства в истории. Люди с хорошими баллами в ЕГЭ по истории воспринимают ее дихотомично. Знаете, так вот, есть сейчас, это сегодня плюс-минус 10 лет. Есть тогда, которая охватывает от 20 века до палеолита. И вот там все смешалось. Там и Ангрозный могут с Екатериной в одном веке оказаться, значит, ну, и так далее, и тому подобное. Естественники историю не знают вообще. То есть на, вот, раньше физики и лирики, сегодня они совершенно разделились. Соответственно, гуманитарии вообще не представляют себе, естественно, научную картину мира. Вот концепции современного естествознания. Я много раз проводил эксперимент и говорил, ребят, кто мне вот сейчас в гуманитарной аудитории вспомнит школьный закон всемирного тяготения в его нормальной формулировке, я готов поставить зачет. Ни разу за последние пять лет ни один из гуманитариев не вспомнил. Ну, может быть, все дело в том, что действительно жизнь поменялась. И сейчас не обязательно держать всю информацию в голове, а достаточно иметь, ну, как раньше, допустим, блокнот и книгу сейчас под рукой. Любой гаджет, в котором есть, кладезь различной информации. Если правильно ей пользоваться, то можно получить ответ на любой вопрос. Может быть, в этом дело жизнь поменялась. И поэтому и требования у молодежи к тому же образованию. Ведь школа все-таки консервативна. Смотрите, с одной стороны, да, конечно, мы живем в век информации. Эта информация стала на порядок больше, ну, скажем, нежели в моем школьном детстве. Естественно, перегруз этой информации, ну, заставляет как-то, значит, ее фильтровать и прочее. Но дело в том, что вот это распространенное убеждение, что зачем мне знать, если есть некие информационные системы, откуда я в любой момент могу почерпнуть. Это верно в том, что касается, ну, знаний, знаете, мелких, детальных и второстепенных. Ну, я помню, что в 15 веке в Англии была война алой и белой розы. Значит, ланкастеры и йорки сражались. А вот детали я могу уточнить. Где-то там, какие именно были сражения, там, как развивалась карьера Ричарда III и так далее. Но общую картину я должен знать. Это называется системные знания о мире. Без этих системных знаний о мире я превращаюсь в объект для манипуляции. Мне под видом этих знаний из информационного пространства можно загрузить все, что угодно. У меня же их нет, и я понимаю, что я оттуда в любой момент получу. Но я оттуда могу получить все, что угодно абсолютно. Вот в этом трагедия. То есть человек становится легко манипулируемым. Это первое. А школа, она вот эти системные знания не загружает? Пытается. Пытается. Да. Но вот пресловутый ЕГЭ, который не хочется обсуждать, у которого есть свои достоинства, и не хочу его демонизировать полностью, но он меняет отношение вот к этим системным знаниям, к сожалению. А можно что-то скорректировать в ВУЗе? Мы пытаемся это делать. Насколько успешно. Другой вопрос. Знаете, вот такое распространенное сокрушение. Дети сегодня не читают. Ну, очень многие ребята с неплохими баллами ЕГЭ по литературе осваивают литературу в пересказках. Ну, там, Достоевский за 30 минут. Роди Раскольников ходил и думал, тварь он дрожащий или правый имеет. Ну, и так далее. Они знают сюжеты произведений, основные сюжетные линии. Не более того. Это касается чтения художественного, ну, и чтения специального тоже. И знаете, в чем проблема? Компьютер воспитывает такие интеллектуальные навыки. Это распознавание и комбинаторика. То есть, вот это у молодежи развито совершенно прекрасно. Они не записывают домашнее задание. Но пока я говорю, ребята, мы на прошлом семинаре с вами рассматривали то-то. Они уже успели набрать в телефонах. И уже, они уже нашли в Гугле то, что нужно. Но распознать и найти это одно. А ведь надо еще понять и переварить. А этот навык, он только книгой воспитывается. Вы хотите научиться понимать сложные вещи. Вы должны об этом читать, размышлять и обсуждать. А может, не хотят? Понимаете, человеческая психика ленивая. У нас, конечно, не было такого обилия информационных возможностей, как сегодня. Не было такого количества мультфильмов, 3D-реальности и прочее. Естественно, мы бы тоже выбирали более легкий способ усвоения информации. Он легче. Но вот задача и школы, и вуза немножко принудительно направить на этот более трудоемкий, но позволяющий научиться системно мыслить путь работы с книгой, серьезного размышления и обсуждения. Хорошо. К нашему с вами разговору мы вернемся буквально через минуту. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем наш разговор. И речь идет об образовании в нашей стране на уровне школы, детского сада, института и даже семьи. И гость нашей программы – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Иран, профессор Кубанского госуниверситета Тимир Хагоров. – Тимир Альчетович, немало говорится о непрерывном образовании. С чем вы не согласны? – Знаете, зависит, как понимать слово «непрерывное образование». В свое время такой лозунг стал популярным – «образование на всю жизнь, через всю жизнь». Образование должно быть непрерывным, школой, вузом все не заканчивается и так далее. Но если мы под образованием понимаем просто процесс усвоения знаний, новой информации, обогащения интеллектуального, культурного, то, конечно, этот процесс должен продолжаться всю жизнь. Тут никто спорить не будет. – Начиная с пеленок. – Ну, наверное, конечно, да. Мамина колыбельная, потом колобок, значит, три поросенка, ну и далее до капитала Карла Маркса и так далее. Но сейчас под этим, к сожалению, немножко другое понимается. Потому что образование человек может или получить, или не получить. И остаться недоучкой, вот есть такое слово, или полуобразованным человеком. Вот человек должен получить школьное, полноценное образование, формирующее его как личность. И вузовское образование, формирующее его как специалиста-профессионала. Дальше начинаются другие формы интеллектуального роста. Там дополнительная подготовка, повышение квалификации и так далее и тому подобное. Но сегодня всерьез говорится о том, что вот этот процесс образования, то есть формирование личности, он должен быть длиной в жизни. Мы этим-то получаем вечных студентов, это как бесконечные роды. Что-то рождается, рождается, а на свет в итоге ничего не появляется. Вот это вот тревожит. Вот говоря о том, что сегодня, я цитирую ваши слова из статьи, говорят о том, что сегодня мы, похоже, наблюдаем очередную историческую драму нападения сомнения на истину. Что вы имеете в виду? Ну, истина всегда труднопостижима. Вот известный пилатовский вопрос, что есть истина. Но человек может существовать нормально тогда, когда он понимает, что эта истина все-таки есть. При всей ее труднопостижимости. Ну, как истина? В первую очередь, ну, давайте моральные истины. Ведь и сегодня, и две тысячи лет назад, и десять тысяч лет назад у человека одни и те же константы бытия. Ну, жизнь и смерть, любовь и ненависть, верность и предательство, дружба и вражда. Вот вне этих координат, ну, мы не можем существовать. Мы люди. Мы так созданы или там сформировались, как угодно можно говорить. Поэтому правда и кривда, она, вот как в сказках, она существует, от нее не обойтись. Когда сегодня, ну, в первую очередь, в сфере морали. Нам говорят, что, ребят, все устарело, взгляды, которые там были прежде, остались. Там существуют новые формы отношений между полами, новые формы отношений между людьми в обществе и так далее. Ну, это люди проходили. Это проходили в эпоху поздней Римской империи, ее краха. Это проходили в эпоху предшествующей Великой Французской революции. Вот это так называемая галантная эпоха Людойг-15-й, Людойг-16-й. Это проходили в России накануне революции 1917-го года. Это симптом болезни общества, когда люди перестают верить в простые и ясные истины. Еще раз, никоим образом не нужно упрощать. Мы живем в очень сложный век. Появляется очень много сложных вопросов, на которые, может быть, нет сразу однозначных ответов. Но понимать, что есть добро и зло, и они различимы, вот это вот принципиально. С другой стороны, что есть истина, это очень такой даже философский вопрос. И однозначного ответа на него до сих пор нет. И понимание добра и зла у каждого, в общем-то, с определенными нюансами. Как здесь быть тогда? Какие истины должны быть для всех истинными, чтобы это образование стало подлинным? И сформировало тот самый образ, с которым мы не попадем в постчеловеческую цивилизацию? Ну, давайте начнем с того, что есть достаточно очевидные знания о мире, которые надо передать детям. Земля круглая, она вращается вокруг Солнца. Это знания. Знания, согласен, да. А вот что касается истины, вот еще раз очень распространенная точка зрения, что да, у каждого свой взгляд. Но если мы с вами вот уголовные кодексы разных эпох, разных народов проанализируем, от древнейших, там, от законов Хамура, Пиману до современных, мы видим, что там есть и ядро какое-то, такой инвариант. Вот люди, например, различаются во мнении, сколько жен или мужей может иметь человек. Где-то там, да, вот моногамная ситуация, как у нас, там, законы. Культуры народа французской. Да, где-то. Но абсолютно везде люди сходятся в мысли, что это должно регулироваться. Вот это не может быть свободно. Здесь нужны регуляторы, которые формируют отношения между мужчиной и женщиной, потому что от этого зависит воспроизводство рода человеческого. Это мы увидим во всех культурах. Люди различаются во мнении, как можно проявлять агрессию. Где-то разрешены дуэли, где-то запрещены и так далее. Но они сходятся во мнении, что эту агрессию нужно регулировать. Не может человек просто под влиянием настроения напасть на другого человека. Вопрос регулирования тоже очень сложный. И мир глобализации идет, и, соответственно, перемещение народов по планете тоже говорит. Почему? Я вот теперь так не хочу. Я хочу вот так, соответственно, все это меняется. Абсолютно. Не должно быть единообразия. Конечно, мы прекрасны в своем разнообразии. Столько культур, 7 миллиардов человек и так далее. Но рамки, в которых человек остается человеком, несмотря на все разнообразие, и выходя за которые, он перестает быть человеком. Мы понимаем, что человек, который напал на, допустим, ребенка с целью причинения ему вреда, он вышел за грань человеческого. И тогда включаются там, ну, какие законы, они могут быть разными, ну, прочее. Но понимаем, что он уже вне этих рамок. Вот я об этом. О том, что рамки нельзя терять из виду. Если я вас правильно понимаю, то вы считаете, что на каком-то этапе образования человека происходит вот это проседание в формировании вот этих самых рамок, да? На каком этапе, скажем? На этапе семьи, детского сада, школы или вуза на сегодняшний день? Ну, в нашей стране, не будем говорить о других. Да, знаете, наверное, где-то на всех этапах. По чуть-чуть? По чуть-чуть, да. И главное, здесь вот, во-первых, перегрузка детей информации, конечно, очень большая. Сегодня средний возраст активного пользования, начало активного пользования интернетом 3-4 года. Это когда дети с помощью гаджетов начинают смотреть мультики в интернете. Вот такая распространенная вещь. Значит, это облегчает, в кавычках, положение родителей. Дети им не докучают, они пребывают в своем информационном пространстве, а родители в своем информационном пространстве. Вот так формируется вот эта потребительская изоляция, когда мы видим, что вот они вроде вместе, рядом, но они в разных мирах. У ребенка свой телефон, у мамы свой телефон. И вот это трагедия. То есть, ребенок вырастает с недополученной, недополучив любви, эмоционального контакта, вот этого значимого взрослого. Ведь взрослый ведет ребенка вот в этот самый мир большой жизни. Потом с педагогами. Понимаете, вот это вот старое, не очень старое, но вот последние годы обсуждаем все-таки. Педагогика – это сфера услуг или это сфера служения? – Так. И на сегодняшний день это скорее сфера услуг. – Скорее сфера услуг, да. По крайней мере, это на уровне нормативных документов заложено и так далее. Оказывая услуги, ну, это нечто совсем другое. Вот Антон Семенович Макаренко и вот те, кто работали с беспризорниками в 20-е годы, да и дальше, дореволюционная педагогика, Ушинский, они не оказывали услуги. – Они вкладывали душу. – Они вкладывали душу, совершенно верно, да. – Вот это второй момент, который очень так вот негативно влияет, разрушающий. Ну и современная культура, смотрите, она к ребенку обращается на двух языках. Первый – язык пользы. Когда говорят, учись, ты сдашь ЕГЭ, ты поступишь в УЗ, ты заработаешь много денег, ты станешь состоятельным человеком и так далее. Польза, да, это необходимая вещь, мы не будем отрицать. – Молодежная культура на языке удовольствия. «Живи сейчас», значит, «жить нужно в кайфу», такой лозунг, да. А на языке ценностей, на языке любви, смысла, мы почти разучились с ними говорить. Вот в этом. – Кто и как может поменять вот эту ситуацию? Или хотя бы начать ее менять, но с перспективой на серьезные улучшения? – Мы все. Я думаю, знаете, мы иногда так любим, ну, как бы спихнуть все на государство. Пусть нам примут правильные законы, мы тогда будем следовать. Здесь, конечно, должна как-то государственная политика корректироваться в этой области. Новый министр образования об этом неоднократно высказывалось. У педагогического сообщества здесь есть какие-то надежды в этом плане. Но это и наша гражданская позиция, семейная позиция, профессиональная позиция педагогов. Потому что, ну, действительно, сегодня довольно просто сложить лапки, сказать, да, ну, вот не обучаемые студенты. И вообще я просто услуги оказываю. Твоя профессиональная позиция – это твой выбор. Точно так же, как твои отношения с детьми в семье и прочее. – Тимир Ачетович, а как вы решаете вопрос образования в своей семье? Ведь у вас трое детей. – Четверо даже. – Уже четверо. – Знаете, ну, я, конечно, недоволен. – Чем? Кем? С собой или детьми? – И с собой, и детьми, да. То есть мне бы хотелось лучшего. Вот. Ну, один из выходов, ну, который где-то может поддержать. Вот у меня две старшие девочки, младшие мальчики. – Сколько лет? Так, чтобы зритель понимал. – 18, 16, 13 и 3. 12 и 3. И вот как-то все детство девочкам читали, но они вот так сами читать и не очень полюбили. Но они слушают вот семейное чтение. Значит, с пацанами вроде по-другому. Там среднее читает, ну, маленький пока маленький. Но вот практика семейного чтения и обсуждения прочитанного, ну, как мне кажется, это вот один из выходов. Вот. Точно так же, как вот, ну, например, можно хороший фильм посмотреть всей семьей и потом обсудить. Вот сегодня такие даже формы, вот, насколько я знаю, они редкостью становятся. Ну, и, понятно, контакт с педагогами. Нам повезло со школами, с учителями. В общем, мы им благодарны. Вот. Спасибо. Время программы наше подошло к концу. Выводы по нашей с вами беседе пускай сделают сами телезрители. Я же благодарю вас за участие в нашей программе. И желаю всем нам только доброй перспективы в жизни по образу и подобию. Спасибо. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон – 8 800 5 977. Субтитры создавал DimaTorzok